Я сегодня, когда побывал в школе, уникальная школа, которая дает гармоничное развитие ребенку, не просто вот чисто по программе, по какой-то там схоластической, подхоластическому какому-то там прокрустову ложу, а ребенок развивается гармонично. Дети знают английский язык, они участвуют в театральных постановках, есть очень развитый класс информатики, видно, что дети занимаются с душой, физика впечатляет уровень преподавания. Это уникальная школа, единственная в Херсоне, русскоязычная. Так вот, наша задача, моя задача защитить такую школу, не дать уничтожить русский язык, чтобы дети могли учиться так, как они привыкли, чему они привыкли, не пропустить вот этот закон, который называется формально защитой украинского языка, а на самом деле это закон по уничтожению русского языка. И вот если эти законы как-то доползут до принятия, то школы подобные той, которой мы находимся сегодня, они могут оказаться под угрозой закрытия. Это не допустить, это не будет допущено. И я не позволю, чтобы вот школы подобные сегодня, той, которую мы сейчас видим, классная школа, где дети довольны, где масса наград. Мы видели, и дети занимают места в Олимпиадах, в том числе и по украинскому языку, чтобы они были уничтожены. Это наше достояние, и я его буду защищать. Поэтому вижу основную задачу, поддержку вот таких школ, где работают энтузиасты, где учителя живут этим своей профессией, и где делают так, что дети очень довольны и счастливы. Во время своих выступлений вы неодноразово наглашуете на то, что реформа освіти, скорее всего, негативная. Какие недолики вы сейчас видите в системе освіти? Была сгружена количество предметов, которых учат дети, и если 23 предметов осталось 9, то просто уменьшают уровень освіти для детей в целом, а соответственно, уменьшают стартовые условия для дальнейшего развития детей, дальнейшего отримания высшего освіти. Это была главная проблема, которая была породжена так называемым законом працев. Я уже не говорю про то, что заборонили учение этим законом на мове, до яких люди привыкли. Это и мова, и российская мова, и мова национальных меньшин. И на самом деле образовали очень много людей. Поэтому закон будет изменен. Я не дозволю зупинить и таким каральным шляхом заборонить русскую мову на учение. Это неправильно, это шкодливо и трагично для государства, многонациональной государства. И это не то, что ждут украинцы. Украинцы ждут полившения условий работы вчителей, повышения качества учения, а не каральных заходов борьбы с русской мовой. Так как сегодня пропонуются с залишками правильной коалиции и действующим президентом.